друзья всем огромный привет сегодня мы с вами рассмотрим тонировку юлии бездарь ранее я уже делал ролик по цветокоррекции в стиле обработки юлии но знаете времена меняются объективы и камеры тоже меняются вкусы меняются вот и у юлии появились некоторые новые нотки в обработке фотографии которые мы с вами сегодня разберем также на выпуск видео по такой теме меня натолкнули прессе ты которые активно продаются и продвигаются в инстаграм якобы в стиле обработки бездарь но это обработка такая корявая и безвкусная что я посчитал своим долгом выпустить свой ролик да я конечно же могу где-то ошибаться с цветокоррекции в каком-нибудь ползунки я не всесилен но и как вы знаете прессит подходит далеко не каждой фотографии и каждый снимок все-таки требует индивидуального подхода но по крайней мере прессе ты которые у меня появились при работе над этим видеороликом абсолютно бесплатные и вы можете скачать их по ссылке под видео эти прессе ты будут доступны для работы в lightroom в мобильном lightroom на смартфонах и в камера роу если вы работаете только с photoshop но не спешите нажимать стоп и идти искать ссылку чтобы понять как работает прессит по цветокору в стиле юлии и для того чтобы грамотно дорабатывать такую обработку на своих снимках и получать нужные вам результаты я советую досмотреть это видео до конца а если что-то непонятно или я упустил какие-то нюансы вы всегда можете задать вопрос в комментариях и так не будем терять времени поехали первым делом проанализируем обработку на юлиных фотографиях нас интересуют три момента первое это базовая обработка включая баланс белого второе это позиция основных цветов участвующих в восприятии а это основные цвета красный желтый и зеленый и третье конечно же сплит тонирования отвечающая за цвет цветов и теней и так базовая обработка если мы внимательно посмотрим на юлины снимки то увидим что подавляющая часть фотографий имеет теплые оттенки за это отвечает баланс белого некоторые снимки немного скажем так прохладные но это нам только на руку так как мы по этим прохладным снимкам легко увидим какое сплит тонирование участвует в цветокоррекции вот например на этом снимке видно что тени имеют слегка синий цвет а света слегка наполнены красным цветом это мы с вами видим на объектах которые должны быть белые тинт на некоторых снимках добавляет фиолетовых оттенков но это не ярко выражено и я думаю что юля использует либо много пресетов либо или даже скорее всего докручивает каждый снимок дополнительно по своему настроению и это мы видим в том числе и по разному цвету кожи на фотографии но к цвету кожи мы с вами обязательно еще вернемся немного позже а сейчас базовые настройки и так снимки теплые умеренный контраст тени высветлены скорее всего полностью насколько такую возможность дает lightroom темные и белые участки матовые это мы сделаем при помощи кривой также усилена немного резкость легкое разглаживание кожи и применено зерно предлагаю перейти в нашу фотографию и сразу применить те базовые настройки которые мы только что выявили я сделаю два окна в одном lightroom с нашей фотографией в другом будет страничка с instagram юлей и так я приподниму немного температуру сделаю снимок потеплее и совсем немного добавлю фиолетовых оттенков в настройках тим обращаю ваше внимание что эти настройки в прессите сохранять не имеет смысла и сможет подойти только в том случае если у вас баланс белого нейтральный поэтому вероятно что в вашем случае понадобится и не добавлять например убавлять температуру это делается просто сначала вы находите нейтральное положение при котором фотография не теплая не холодная и потом уже на несколько шагов на 3 5 7 10 зависимость от картинки делаете фотографию немного теплее самое главное чтобы она не стала желтой далее снижаем света примерно на 70 экспозицию я тоже сделаю слегка посветлее тени полностью высветляем насыщенность немного убавим добавив при этом сочности даже наверное где-то 30 пусть будет сделаю картинку немного четче теперь перейдем в тоновую кривую и в канале rgb сделаем легкую с образную кривую которая поможет нам доработать светлые и темные участки слегка поднимаем точку черного опускаем точку белого в темных участках делаем небольшой изгиб вниз а в светлых небольшой изгиб вверх и средние тона я тоже немного подтяну вверх для этой фотографии этого будет достаточно добавлю немного контраста подвину черные немного влево где-то на 20 а белые немного вправо тоже пусть будет на 20 добавим резкости детализации удерживая alt делаю маскировочку удалим на всякий случай хроматические аберрации и добавим немного зернистости для пресета я поставлю уровень пожалуй 12 но вы у себя при обработке будете смотреть если хотите зерна побольше добавите соответственно побольше если поменьше то поменьше чтобы ваше изображение больше походило на обработку юлии бездарь 12 это такое среднее значение которое не выбивается за как бы рамки нормального восприятия нашего взгляда так давайте для начала посмотрим что у нас был и что стало с нашим изображением вот так она поменялась после базовых настроек и теперь давайте перейдем к анализу rgb цветов на страничке юлии бездарь и так для начала нам нужен красный и все соседи этого цвета по цветовому кругу красные на снимках юлии встречается достаточно редко а если есть то имеет такой глубокий малиновый цвет с легким еле заметным оттенком бордового температуру такого цвета холодная теперь обратим внимание на цвет кожи такой цвет конечно же теплый и на разных снимках как я ранее говорил цвет у нее разный либо вот такой как на этой фотографии который называется ванильный а либо вот такой как на этой фотографии такой цвет кожи имеет слегка оранжевые оттенки и такой цвет называется сафлоровый в честь цветка сафлор здесь цвет темного сафлора особенно это заметно в темных местах так далее смотрим желтый который тоже встречается крайне редко там где же я его тут видел вот например ну здесь дорисовано вот еще вот еще качестве желтого классического желтого цвет такой практически не встречается а имеет оттенки золотого либо оранжевого и на многих фотографиях приближает такой желтый цвет к теплым тонам цвета кожи оранжевый цвет имеет оттенки кораллового это видно по цвету песка по цвету закатного неба самый показательный пример кораллового оранжевого пожалуй видно вот на этом снимке на песке так теперь синий цвет синий цвет на небе встречается крайне редко а вот в декоре попадается довольно таки часто ну цвет также моря цвет воды в бассейне цвет плитки в бассейне как например вот здесь вот такой оттенок глубокого синего цвета называется кобальтовый температура такого цвета холодная и такой синий мы с вами будем повторять теперь зеленый цвет по классификации цветов я бы его определил как желтый зеленый но иногда он имеет более темные оттенки иногда светлые и такой зеленый тоже считается теплым вот на этой фотографии зеленый убавлен его практически здесь незаметно здесь например зеленый более темный ну это еще конечно зависит от цвета самой листвы и от цвета самого зеленого здесь цвет зеленого более насыщенный такой цвет молодой травы красного цвета на нашей фотографии нету поэтому мы его отложим на потом давайте сейчас займемся теми цветами которые у нас присутствуют и так желтому придадим золотистого оттенка оранжевый уведем в сторону коралловых оттенков зеленый смешаем с желтым вот в аква как раз мы добавим кобальта а из голубого кобальт наоборот немного уберем чтобы у нас небо все таки было немного циановым совсем чуть давайте теперь цвет кожи сделаем ванильным для этого понизим насыщенность оранжевого понизим немного насыщенность желтого цвета зеленый сделаем тоже не очень броским сделаем не такой насыщенный наш кобальтовый цвет который мы получили из аква немного приглушим синий оттенок небо у нас тоже не должно бросаться в глаза хотя вот синим я бы еще экспериментировал жалко у нас в одежде здесь нет синего а моря делать очень насыщенным это тоже будет не очень красиво давайте все-таки мы немножко прижмем синий я немного сразу убавлю пурпурный мадженто у нас эти цвета они являются основными так дорабатываем кожу переходим в светимость делаем кожу потемнее и получаем вот такой вот эффект ванили можно еще прижать немножко насыщенность и еще убавить светимость отлично желтый сделаем немного посветлее уберем с него грязноту зеленый на всех снимках по-разному больше мне кажется я у нее встречал такой слегка осветленный зеленый такого marine у нас только вот здесь на перстне и вот здесь немного на воде я бы сделал немного потемнее мне кажется на ее фотографиях синий все-таки достаточно такой темный цвет синий тоже сделаем немного темнее и вот я сомневаюсь все-таки на предмет должен ли синий у нас быть циановым ну так у нас увеличивается фиолетовый оттенок давайте мы фиолетовые пурпурные цвета уберем синюю сторону в мадженту добавим немного красных теперь фиолетовый стал не такой активный мне кажется что такая настройка больше соответствует тем цветам которые мы видим на юльных фотографиях судя по юльным фотографиям калибровку она не применяет скорее всего либо совсем чуть-чуть но мы давайте сюда лезть не будем всех цветов на моем снимке нет поэтому мы к доработке цвета коррекции еще вернемся а сейчас третий шаг смотрим на тени на некоторых фотографиях может показаться что тени обесцвечены но это не так на многих фотографиях я разглядел что цвет теней кобальтовый вот такой вот сильный а света имеют красноватые бежевые оттенки и большую роль во всех фотографиях конечно же играет баланс белого который еще раз повторюсь на большинстве снимках увидел вправо почти все фотографии в 99 процентов они теплым имеет теплые тона так ну давайте переходим сплит тонирование я сделаю посильнее насыщенность и теперь будем искать мы тот самый цвет кобальт вот этот цвет похоже я поставлю 7 теперь света прибавляем я думаю что свет вот такой бежевый красноватый более такой к телесному цвету к загоревшему цвету кожи 7 этого будет достаточно давайте посмотрим очередной раз что у нас фотографии было и какую фотографию мы получили теперь давайте доработаем цвета которые у нас здесь отсутствовали копирую настройки так все кроме баланса белого температура crop трансформирование основные у нас флажки стоят копируем на этом изображении у нас есть красный давайте применим сюда настройки но синим мы очень угадали давайте я сразу пока покажу было стало вот прям такой на самом деле глубокий синий кобальтовый цвет именно то что доктор прописал зеленый здесь сам по себе очень бледненький ну и он у нас идет здесь таким бэкграундом поэтому мы не будем работать с этим цветом нам самое главное сейчас доработать красный цвет красный цвет у нас должен иметь малиновые оттенки так он не должен быть такой насыщенный и не такой светящийся вот такой цвет на оригинальной фотографии вот такой цвет красного мы получили давайте перейдем другой фотографии я бы счет работал немного оранжевый цвет нам нужно получить истинно коралловые оттенки копируем настройки вот этот цвет у нас должен быть коралловый он у нас отдает немного желтизной обращаю ваше внимание что фотография холодная давайте просто сделаем снимок чуть-чуть потеплее добавим немного тинта и мне кажется что фотография очень светлая я бы немного экспозицию убрал бы влево вот таким образом суда я еще добавлю еле заметную виньетку давайте посмотрим на изображение какое у нас было и какое стало из-за светлой кожи нам тяжело получить цвет кожи которые у юли у нас получились с вами такие усредненные настройки которые мы сейчас с вами сохраним в прессе и на базе уже этого прессе то сделаем различные модификации для различного цвета кожи температуру экспозиции трансформирования галочки я не ставлю давайте попробуем теперь на этой фотографии после которой мы сохранили прессе доработать цвет кожи за цвет кожи у нас отвечает оранжевый цвет понижаем светимость и снижаем немного насыщенность и получаем вот такой вот ванильный цвет кожи для такой фотографии можно для баланса теплых и холодных оттенков в тени больше добавить нашего синего кобальта давайте попробуем еще подвигать света было стало я сохраняю 2 прессе давайте применим наши теперь полученные прессе ты вот к этой фотографии и так первый прессе 2 прессе достаточно сделать фотографии чуть потеплее и в этом случае я бы совсем чуть-чуть еще бы убавил насыщенность кожи вот такая фотография была и вот такую фотографию мы с вами получили и давайте закрепим материал откроем с вами вот такую фотографию у нас сейчас с вами есть два прессе то есть два варианта когда работает настройки до нужного нам результата и так первый используем плагин фейдер что это такое где его скачать и как установить можете посмотреть в отдельном видео подсказка будет сверху открываем плагин фейдер выбираем наш прессе фейдер дает возможность усилить воздействие плагина умолчанию у вас появится сто процентов но есть возможность увеличить интенсивность настроек до 150 при этом происходит равномерное увеличение всех настроек и после выбора необходимого вам уровня нажимаем ok и при необходимости добавляем в нашу фотографию немного тепла и так смотрим вот такая фотография была и вот такую фотографию мы с вами получили второй вариант давайте я сброшу все настройки применяю прессе главное в такой настройки получить нужный цвет кожи поэтому всегда ориентируемся на него делаем фотографию теплее более бархатные тени можно сделать если приподнять слегка точку черного а увеличить контраст либо опустив точку темного немного ниже либо черные подвинуть еще левее также можно добавить насыщенности но я вам советую всегда крутить ползунок не насыщенность именно а красочность теперь давайте посмотрим что можно сделать с цветом кожи в нашем случае за цвет кожи как я уже говорил отвечает оранжевый цвет добавляем оранжевого и получаем вот такой софлоровый оттенок кожи нужно сделать чуть-чуть потемнее итак смотрим вот такая фотография у нас с вами была и вот такую замечательную фотографию мы с вами получили итак фотография готова но это еще не все давайте вернемся на страничку юлей посмотрим вот на эту фотографию вы ничего здесь не замечаете кроме коррекции вот на эту фотографию вот смотрите какой она использует дополнительный эффект кроме цвета коррекции мы видим вот такие вот пылинки в ворсинки на поверхности которые усиливают эффект кинематографичности появляется восприятие как будто эта работа с пленкой и фотобумагой ну и дополнительно такой эффект дает нам усиление объемности изображения эффект скажем так псевдо 3d так как фактически в кадре на переднем плане мы видим с вами резкие объекты виде вот этого небольшого мусора это выглядит достаточно оригинально и давайте теперь мы аналогичный эффект с вами научимся делать на наших фотографиях и так нажатием клавиш control е открываем нашу фотографию photoshop у меня есть три снимка с изображением пыли они также будут находиться по ссылке в описании к видео и так выбирайте изображение которое вам понравилось перетаскиваете в окошко photoshop подгоняете изображение по нашему портрету нажимаем галочку и меняем режим наложения на screen если этого эффекта вам недостаточно вы хотите его усилить копируете это изображение еще раз эффект усилился если хотите убрать пыль с лица то нужно добавить маску но предварительно давайте мы сведем два вот этих изображения в один слой удерживаю shift выделяем оба изображения правой кнопкой мыши нажимаю объединить слои в этом случае всегда возвращается режим наложения в нормальной мы его меняем опять на screen добавляем маску по умолчанию белая выбираем черную мягкую кисть и удаляем те места где мы мусор видеть не хотим если хотите структуру пылинок сделать немного крупнее и не такой резкой все очень просто выделяем слой нажимаем control t увеличиваем картинку с пылью выбираем нужное нам положение нажимаем применить окей снимок и публикации готов вот такая фотография у нас было изначально и вот такое изображение в итоге мы с вами получили на этом друзья все удачных вам сюжетов больше восторженных зрителей до новых встреч а те кому интересно как такой прессе будет работать на архитектуре задержитесь еще на пару минут итак давайте посмотрим как такой прессе будет работать на совершенно другой фотографии не на портрете давайте выберем вот такой вот снимок он в принципе так уже хорош но вот видите это чисто базовые настройки raw файла они абсолютно все сброшены все ползунки стоят среднем положении и так давайте я откроем плагин фейдер выберу прессит basic выберу вот такую интенсивность нажму ok сделаю фотографию потеплее и посветлее я бы даже еще потеплее сделан и как мне кажется немного лишний фиолетовый давайте мы просто tint уберем немного влево но в этом случае я бы еще добавил немного наверное красочности так давайте смотрим вот такая фотография была и вот такую фотографию мы в таких красивых персиковых тонах получили ну я бы сказал что такая цветокоррекция очень интересно ложится и даже на такие снимки очень красивые и приятные цвета оттенки и теперь к этой фотографии также можно применить эффект пыли ну это уже по желанию на этом друзья все пока удачи вам еще раз до новых встреч удачи Субтитры создавал DimaTorzok